МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салют! В эфире Тинги Майнинэкс, самая продвинутая финансовая программа. С вами Мурат Аспанов. Мир финансов делится на две группы. Товары или услуги, за которые мы рассчитываемся деньгами, и, собственно, сами деньги. Последние, в свою очередь, могут быть просто купюрами и монетами или капиталом, то есть инструментом, который приносит прибыль. Финансовые рынки выработали два основных способа получения дохода. Через процесс кредитования и путем выпуска и обращения ценных бумаг. Но как в таком случае получить профит рядовым казахстанцам? Тема этого выпуска – ценные бумаги. Сегодня мы подробно разберем, что такое акции, облигации, паевые фонды, деривативы и, конечно же, учтем риски. Итак, процесс запущен. Вперед к финансовому благополучию через финансовые знания. Тингимания Некст – это молодежный квест. По заданию ведущего между собой соревнуются две команды. У каждой свой транспорт и свой маршрут. Задача – найти верное решение и получить финансовый код к сейфу игры. Побеждает команда, которая первая откроет сейф и достанет из него приз – золотую монету. Ну что ж, мы видим, что наши участники уже готовы к старту. Привет, Тингимоны! Привет! Познакомимся, команда Кэшбэк. На Кэшбэк с огни зеваем, вместе с нами побеждаем! А вот команда Маржовы. Внимание, Некст, Маржовы – это бест! А теперь, внимание, задание командам. Популярно и креативно раскройте тему «Ценные бумаги». Скоро узнаем, выполнима ли миссия. Погнали! Погнали! Команды отправляются каждая по своему маршруту. В первой точке назначения их ждут и первые подсказки. Сообщение пришло. Ой, ребят, сообщение. Уважаемые тингиманы, во время следования к локации изучите всю доступную информацию о ценных бумагах. Узнайте о функциях и принципах работы в ценных бумагах у профессионалов. Ну, ценные бумаги – это акции, это облигации, это пай, это… Это ценные бумаги, бумаги, цену. Что местится на фондовой бирже? Ребята, я считаю так, что ценные бумаги – это когда, например, покупают инвестиции, какие-то акции, и они считаются ценными бумаги. И потом далее они хотят их продать более подороже. Мнение большого числа людей о фондовом рынке зачастую сводится к тому, что это просто площадка для спекуляций и зарабатывания денег из воздуха. Но так ли все на самом деле? Привычные нам биржи – это организованные рынки ценных бумаг, на которых перераспределяются права на ценные бумаги. Механизмы организованной торговли вторичного рынка служат для перераспределения ценных бумаг между инвесторами. Если есть вопросы о деятельности Национального банка защиты прав потребителей и финансовых услуг, вы всегда можете задать их посредством мобильного приложения НБК Онлайн. Мобильный ресурс НБК Онлайн доступен для устройств и iOS, и Android. В первом этапе квеста командам предстоит передать освоенную информацию по заданной теме любому рядовому казахстанцу. Цифру команды получат, если их респондент верно сможет ответить на три вопроса ведущего после проведения презентации. Уважаемые тингеманы, сейчас вам необходимо задействовать весь свой интеллектуальный потенциал. Вам нужно объяснить любому рядовому казахстанцу, что такое ценные бумаги, как по ним получить доход, а также рассказать о рисках инвестирования в ценные бумаги. Если после презентации я получу верные ответы на все свои вопросы, вы получите первые цифры кода. А это тезисы. Что такое ценные бумаги, где купить и как продать, и риск инвестирования в ценные бумаги. Все, в принципе. Понятно. Пойдемте. Открываем. Ну что, пойдем. Просим. Сейчас тогда узнаем. Папа, пошли. Здравствуйте, мы с программой Тингемани. Сегодня здесь команда Кэшбэк и Маржевый. Мы хотели бы задать вам пару вопросов. Добро пожаловать, во-первых, в Национальный банк Республики Казахстан. Меня зовут Динара Закарина. Рада буду вам помочь. Слушаю ваши вопросы. Какое ценные бумаги? Ценные бумаги – это одна из форм существования капитала. Существуют такие ценные бумаги, как акции, облигации, паи, производные ценные бумаги. Акция – это долевая ценная бумага, предоставляющая владельцу право на долю в компании и на получение дивидендов по ней. Облигация – это долговая ценная бумага. Проще говоря, это что-то вроде займа, где заемщиком выступает компания, которая выпускает облигацию, а кредиторам – лицо, купившее облигацию данной компании. Отличие облигации от акции заключается в том, что она выпускается на определенный период времени, так называемый период обращения. Паи – это ценная бумага, предоставляющая право ее держателю на получение дивидендов по ней. Не трудно понять, что дивиденды зависят от тех финансовых инструментов, которым принадлежат паи в Министерном фонду. Производные ценные бумаги, их еще называют деривативами, это ценная бумага, которая удостоверяет право по отношению к базовому активу данной производной ценной бумаги. Базовым активом может служить акция, облигация, валюта иностранная, товар или другое. Фьючерс – это производная ценная бумага, обращаемая только на организованном рынке цену бумаг, где продавец или покупатель берет на себя обязательства по течение определенного времени купить или, соответственно, продать базовый актив. Акцион – это производная ценная бумага, в соответствии с которой одна сторона, продавец опциона, продает другой стороне покупатель опциона право, то есть продает право купить или продать базовый актив по оговоренной цене на согласованных условиях в будущем. А где купить и продать эти ценные бумаги? Рядовые казахстанцы могут купить или продать ценные бумаги с помощью брокерских компаний, открыв специальный счет. Список брокерских компаний, а также их контактные данные вы можете посмотреть на сайте Национального банка Республики Казахстан во вкладке «Финансовый надзор». Какие есть риски инвестирования в ценные бумаги? Это кредитный риск и рыночный риск. Кредитный риск связан с возможным ухудшением финансового положения компании, которая выпустила ценные бумаги. Рыночный риск связан с неблагоприятным изменением конъюнктуры рынка, курсов валют, процентных ставок. Спасибо, что ответили на наш вопрос, но мы продолжаем нашу игру. До свидания. Спасибо вам огромное. Желаю вам удачи, успехов и побед. Давайте, сначала, что такое ценные бумаги? Кто будем? Знаем. Я пойду поищу. Вот, ребята, ознакомьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы программа «Финги Мания Некст», команда «Кэшбэк». Сегодня мы вам хотим рассказать про ценные бумаги. Что такое ценные бумаги? Ценные бумаги входят в акции, облигации. Вы их можете купить и продать через брокерские компании. То есть брокер – это посредник между вами и акциями или облигациями. Да, риск – нужно смотреть информацию, читать информацию, финансовое положение и так далее. Кредитный риск. Есть рыночный риск. Это изменение экономики нашей страны, это изменение процентов, изменение конъюнктуры рынка. Давайте позвоним ведущему. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Мурат Аспанов. Я ведущий программы «Финги Мания Некст». Очень приятно. Алло, здравствуйте. Вам нужно будет ответить на мои вопросы. Вопросы будут касаться ценных бумаг. Вы готовы? Я готова. Да, готова. Что такое ценные бумаги? Ценные бумаги – это акции, облигации, производственные ценные бумаги, паи. Бывают акции, облигации, фьючерсы, банды. Так, и паи. Где купить и как продать ценные бумаги, а также как по ним получить доход? Можно через брокерские компании, список которых можно посмотреть на сайте Национального банка Казахстана. Также можно купить бумаги, ценные на бирже. Купить или продать ценные бумаги – это в брокерских компаниях и на сайте Национального банка. Назовите ключевые риски инвестирования в ценные бумаги. Бывает первый кредитный риск, или же бывает рыночный риск. Основные риски – это кредитные и рыночные. Большое спасибо. Вы правильно ответили на все мои вопросы, поэтому спокойно можете передать вашей команде цифры кода. 36. 36. 36. Ладно, спасибо. Видеопрезентация – еще один квест, заданием которого является создание полезного видео на заданную тему. Команда получает вторую часть кода, если корректно отразит заданную тему. Напомню, задачей команд входило раскрыть популярно и креативно тему ценные бумаги. С первой частью этой миссии они справились. Кто-то хуже, кто-то лучше. Ну а теперь настало время нестандартных решений. Уважаемые команды, внимание, финальное задание. Сделайте видеоролик о видах ценных бумаг. Пензисы, которые необходимо отразить, я уже выслал на ваш электронный девайс. Ой, ребят, сейчас остаюсь сегодня. Акции, облигации, пай-пайовых инвестиционных фондов. Четвертое – другие виды. Пятое – в чем разница между всеми ценными бумагами. Ну что? Пойдемте. Пойдемте выполнять. Все? Все, отлично. Попишите, да, мы все уже знаем. Все, давайте время не будем терять. Поехали. Будем выполнять задания. Акция в облигации по И. Акция – это ценная бумага. Другие виды сокращенно напиши. Такие так уже по ходу дела. И в чем разница? Совокупность ценных бумаг. Акция имеет право голоса, облигация не имеет право голоса. Раз, два, три. Первая акция – это ценная бумага. Владелец имеет долю от компании на определенный период. Вторая – облигация. Это ценная бумага, заем, то есть дают в кредит без права голоса. Третья – пай. Это совокупность ценных бумаг, акций, облигаций и так далее, производственных ценных бумаг. Четвертая – в виды ценных бумаг входят и вот эти акции, и облигации, и паи, и фьючер, и опцион. И в общем их много, очень много. Пятое – чем отличается? Это тем, что акции имеют долю и право голоса. В облигации, например, права голоса нет. И это дает все в кредит. Также еще отличается, например, пай, потому что здесь идет все ценные бумаги, совокупность, потом фьючер и опцион, тоже есть разница. Например, тут между акционерами могут друг другу продавать свои акции и облигации. Сегодня мы вам расскажем, что такое акции. Акции – это вид долевой ценной бумаги. Существует два вида – простые, привилегированные. По привилегированию у нас намного больше дивидендов, и если распадется компания, то вы получите в первую очередь. Но все равно акции и дивиденды, размер их, зависит от прибыльности предприятия. Облигация – это долговая ценная бумага, которая формируется за счет инвестирования денег людей, и она издается любыми государственными учреждениями. Допустим, существуют государственные ценные бумаги, долевые долговые ценные бумаги и облигации. Пай – это некий вид инвестирования. Существует пайовый инвестиционный фонд – это инвестиции, по которым вы также получаете дивиденды. Другие виды – это фьючерсы, форварды, опционы. Допустим, фьючерсы – это соглашение о том, что вы через какое-то время выкупите, допустим, акцию по заранее оговоренной цене. И вы обязаны это сделать, да. Две стороны обязуются. Опцион, когда вы договариваетесь купить акцию, но вы можете ее не купить, если вас цена не устроит. То есть разница между фьючерсом и опционом в том, что опцион, он заставляет, то есть фьючерс вас заставляет, а опцион не обязывает. Опцион обязывает только одну сторону. Разница, в принципе, вы должны понять акции, облигации, и надеемся, что вы будете пользоваться ценными бумагами. Цифра 12. Итак, у нас цифра 12. Уважаемые участники, время квеста «Тингемания» next подходит к концу. У вас есть все, что нужно. Отправляйтесь к сейфу и набирайте заветный код. Та из команд, которая первая откроет сейф, найдет там вот такой золотой тенге. Спешите! Поехали! Водитель! Обе команды выполнили задание и получили цифру. Что, ребят, мы приехали, давайте пойдем, да. Да, 6-12, да, правильно? Погнали! Итак, команда «Кэшбэк» становится победителем этой игры. Золотой тенге уходит на их счет. Команды, заработавшие три монеты, получают взамен золотой слиток. Чем больше слитков по ходу всего сезона игр «Тингемания» next заработает команда, тем выше у нее шансы стать чемпионами и выиграть Кубок Тингеманов. А еще получить специальный приз от Национального банка Казахстана. Голосуйте онлайн за полюбившуюся команду «Квеста», на страничках программы в соцсетях. Каждый ваш голос, отданный командам в сети, будет учитываться в конце сезона. Следите за результатами! Итак, сегодня на деталях разобрали информацию о ценных бумагах. А именно, ценные бумаги – это форма существования капитала, которая может обращаться на фондовом рынке и приносить доход. Для того, чтобы инвестировать средства в ценные бумаги, можно обратиться в брокерскую компанию и открыть счет. Помните, что ценные бумаги – это рисковый финансовый инструмент. И перед тем, как покупать те или иные акции или облигации, учтите риски. Друзья, это была «Тингимания Некст», самая грамотная финансовая программа. С ходом игры вы можете ознакомиться в социальных сетях. Ссылки на странички игры отображены на экране. И еще, впервые в Казахстане инвестиции в отечественные золотые слитки чистейшей пробы стали реальностью. Узнавайте, а главное, приобретайте в коммерческих банках страны. Помните, друзья, финансовые знания и грамотные вложения помогают устроить будущее. Мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!